Техника базовых комплексов нападения и самообороны «Туль» – основа «Тэквондо» и один из соревновательных разделов на Кубке Сибири. Старты российского масштаба сомской пропиской прошли с 14 по 15 марта в спорткомплексе «Красная звезда», а участие в них приняли 465 спортсменов, преимущественно малышей, которые только начали знакомство с корейским боевым искусством. Младшие дети могут состязаться по самым простым дисциплинам, по показанию техники, формальные упражнения, называемых «Туль». С 6 до 10 лет они просто показывают технику, не участвуя в поединках. 10 лет и старше начинаются поединки по правилам легкого контакта, поэтому такая массовость. Знания основных стоек ударов оценивали опытные судьи и выбирали победителя, безошибочно показавшего весь формальный комплекс. Затем участники измирали силу удара руками и ногами, а после им были вручены заслуженные медали. Свой первый соревновательный опыт на Кубке Сибири получали и девочки. Такого количества представительниц прекрасного пола не увидишь, пожалуй, ни в одном другом виде боевых искусств. Я показывала «Туль», а еще ударяла по подушке сила мега. Расскажи, пожалуйста, что тебе дается проще всего, а что тяжелее? Проще всего мне дается «Туль», а подушка силомера мне потруднее. Я хотела бы заниматься дальше и получать много-много медалей. Кубок Сибири собрал делегации из девяти регионов России. Москвичи, новосибирцы, буряты соревновались с омскими спортсменами, которые на родной площадке имели однозначное преимущество в количестве. Омскую область представили более 350 тэквондистов. Сейчас участвуют как от начинающих спортсменов с белых поясов, которые занимаются совсем недолго, так и до спортсменов, которые занимаются уже более 10 лет. Зрители тепло встретили гостей и хозяев соревнований на параде открытия. Самые внушительные по составу делегаций представили Новосибирская и Свердловская области, известные своими чемпионами. Есть такие спортсмены, которые полномерно готовятся к соревнованиям. У нас есть девушка, которая готовится к чемпионату мира. Она будет выступать завтра. У нас приехал молодой человек, который не готовится к чемпионату мира, но он выступал на Кубке Европы, извиняюсь, в Будапеште. Занял второе место, проиграл нашему спортсмену. Тоже будет выступать. Для всех соревнования в Омске – это очень крупный турнир. В первый же день на Кубке прошли спарринги по корейской массоге, в которых тэквондисты проявили себя уже в контактных поединках и заработали свои первые победы. На следующий день соревновались профессиональные спортсмены. Для них Кубок стал подготовкой к чемпионату мира.